В Виновской школе номер 5 прошло интерактивное занятие под названием «Нет наркотикам». Оно состоялось в рамках областного антинаркотического месячника. Перед учениками старших классов выступили представители администрации, депутатского корпуса, городского округа и госавтоинспекции. Открыл мероприятие руководитель аппарата антинаркотической окружной комиссии Дмитрий Черкасов. В прошлом сотрудник органов внутренних дел он рассказал о борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Об уголовной и административной ответственности. При этом он приводил примеры, с которыми сталкивался на службе. Попросили своего знакомого, абсолютно нормального человека. Учился он в Роснов, домодедовский филиал. И попросили его просто передать. Надо было отвезти из Домодедова в Чехов сверток. Я думаю, что, хотя он там на всех допросах говорил, я не знал, я думаю, что он знал, конечно, все это было понятно. Ему просто объяснили, что ничего за это не будет. Говорят, а что, ты-то при чем здесь? В Вильяминово такой есть поселок, кто знает Домодедово. Мы его там задержали. Он получил 4 года. Клеймо на всю жизнь. Все, 228-я статья. Депутат Совета депутатов округа Павел Русаков обсудил с ребятами психологические аспекты наркозависимости и способы наполнить свою жизнь смыслом и разнообразием с помощью учебы, постановки целей и различных увлечений. В нашем современном социуме он такой достаточно непростой, достаточно сложный. Помогает всегда уйти какое-то хобби. Я за свою жизнь сменил их очень много и до сих пор у меня их очень много. И они постоянно меняются, какие-то остаются, какие-то уходят. Но у вас есть хобби у кого-нибудь? Расскажите. Раньше у меня какие-то занимаются спортом. Самый простой пример. Представитель госавтоинспекции Ирина Чекмарева обратила внимание ребят на необходимость в целом вести здоровый образ жизни. Ведь когда они станут постарше и получат права на управление транспортным средством, от их поступков будет зависеть жизнь и здоровье других людей. Большое количество дорожно-транспортных происшествий у нас совершается с участием водителей, которые находятся либо в алкогольном, либо в наркотическом опьянении. Это, как говорили уже до меня, да, это статья Уголовная кодекса 228-я. И водитель, когда совершает, не дай бог, правонарушение в состоянии алкогольного опьянения, да еще когда в результате этого правонарушения погибают люди, то это вдвойне тяжелая деятельность. Также в рамках антинаркотического месячника в Ленинском округе пройдет рок-фестиваль, спортивные соревнования и ряд других мероприятий.